Мы начинаем программу Клуб, где самые осведомленные журналисты Оренбуржья спорят о том, что важно для каждого. И сегодня мы поговорим о реализации проекта «Комфортная городская среда» с генеральным продюсером телекомпании «Регион» Еленой Кузнецовой и журналистом Олегом Кривенко. Спрашивать у вас, господа, о том, хорошая эта программа или плохая, я не буду, потому что всем понятно, что программа хорошая, нужная, благоустраивать город надо и делает, в принципе, полезная. У меня возникает вопрос другой. Вот про эту программу говорится очень много в средствах массовой информации. И многие пользователи, собственно говоря, высказывают следующее мнение, причем не только в нашем регионе, я читала отзывы в целом по стране, что у людей возникает вопрос. Но это же работа, которую должны выполнять муниципальные чиновники, они получают за это зарплату. Вот вы как к этому относитесь? Мне кажется, достаточно наивно и нечестно говорить о том, что это вот должны делать города, муниципалитеты, это их обязанности, отвали моя черешня. Они, может быть, и должны, но есть рамки бюджетов, за которые просто не вылезти. И вот эта программа как раз-таки это возможность расширить свой бюджет, ну, так скажем, на хорошее преобразование. А говорить-то столько об этом зачем? Как зачем говорить? Ну, давайте молча сделаем, давайте пять чиновников сядут единым рядом, кинут монетку, орляночку, да, и определят, что мы сегодня ремонтируем. А здесь подход другой, здесь подход вот этого народного голосования. И опять же, он мне нравится, то есть это возможность решать. То есть это возможность каждого жителя города формировать тот город, в котором он хочет жить. Что плохого-то? Полностью с тобой, Елена, согласен, что ничего в этом плохого нет, это хорошо. Но, на мой взгляд, это все-таки идет из разряда государственной политики. Почему скажу? Вот ты сказала мудрую вещь, да? Хотелок много, бюджет маленький. Но давайте вспомним, сколько у нас область отдает налогов в федеральный центр? Больше семидесяти, да? И то есть мы отдаем туда, а государство, оно как бы возвращает. И вот это возвращение идет как бы благо. Государство, видимо, по моему убеждению, начинает принимать вот такие чисто административные решения. Но мы же все время деньги выделяем, да? Ну, в том или ином объеме. Но вы их фигово осваиваете, уж простите за это грубое слово. На мой взгляд, вот если она сейчас год активно работает, программа, здесь вариант со стороны власти, а какой контроль? То есть мы выделили деньги. Может быть, вот эта комфортная городская среда поможет, а, правильно как бы освоить деньги и какой-то обратный контроль. Элемент пиара, да? Элемент такого пиара, в общем-то, да? Ну, пример пиара, да. Я это воспринимаю с позиции, ну, вот как погоду, да? То есть вот есть на улице дождь. Я не могу влиять на дождь, да? Ну, вот он есть. Так же и тут, да? То есть, ну, вот есть там решение Федерации области иметь, ну, вот такие бюджетные взаимоотношения. Это их, я на него, как житель города, влиять не могу, но я могу влиять на то, каким будет город, еще раз говорю. То, что это хороший пиар, согласна, это хороший пиар власти. Но то, что это хороший пиар, не отрицает того, что это хороший проект, может быть. Я соглашусь с тобой, потому что, если вспомните, вот когда вот это первый этап программы, некомфортная городская среда, там, можете помнить, это благоустройство двориков было, да? Вот практически поголовно все говорили о том, что вот там, когда вот площадочки сделали, там, заасфальтировали, эти все, люди ходили и там злопыхатели, недоброжелатели говорили, ну, вот сколько же они на этом-то наворовались. А народ отвечал, нам, по большому счету, все равно, сколько они украли, а у нас есть хорошие качественные дворы. Первый раз лет за 20, а может быть и за 25. Вопрос не в этом, вопрос в том, что вот лично у меня все вот эти вот публикации в СМИ и прочее, прочее, прочее вызывают такую очень странную реакцию, может быть, это я какая-то ненормальная, как будто вот это все рассказывают для того, чтобы мы сказали, славьте, господи, спасибо, да почему я должна вам говорить спасибо, вы делаете на мои деньги? Тут опять, есть такой момент, да, то есть вот приходишь ты домой, злая на мужа, ну вот не сложилось у тебя сегодня что-то, звезды встали не так. Генеральный продюсер накричал. Он, да, генеральный продюсер накричал. Ты заходишь домой, он тебе говорит, заюшка, я тебе суп погрел. Ты говоришь, ах ты мне суп погрел, я тебе что за это спасибо должна сказать? Вот это того же уровня диалог. Ну погрел суп, ну молодец, здорово, а что плохого-то? Погрел суп, молодец муж, так и тут. А благородят какую-то часть города, молодцы, что плохого. А никто не говорит о том, что это подвиг. Но это можно было делать, а можно было не делать. И это делают, и это хорошо. В смысле, можно было не делать, они за это получают заработную плату, за то, чтобы город выглядел хорошо. Хорошо. Когда ты последний раз видела город, ну вот таким, как ты его хотела видеть? Давно, и это плохо. Ну, раньше тоже за это плохо. То есть все-таки, как ни крути, надо говорить спасибо, Олег Анатольевич, что вы думаете? Ну, в принципе, если не спасибо, но хотя бы с одобрением воспринимать это... Я вот приводил сейчас пример про прошлое, когда люди понимали, что, может быть, да, там и химичили, и что-то там на чем-то экономили. Здесь вопрос принципиально вот в другом. Насколько качественно, хорошо и все. И насколько мнение народа было учтено. Но вот понимаете, вот действительно, город огромный, да? Микрорайонов много. В каждом микрорайоне своя проблема. И здесь, а, обратная связь с людьми должна быть, но власть должна, и честно, еще и говорить, и смотреть. Набережную Урала, это как бы, ну, как ни крути, это лицо города, да? И какие-то ключевые моменты, которые есть, власть, да, с учетом мнения людей, она должна корректировать. Потому что мои хотелки, я сейчас вот... Ну, вот у нас, например, микрорайон очень боевой, да? У нас и так, в принципе, хорошо, но мы вот везде голосовали, везде галочки. И нам эти деньги выделили, да? Хотя вот, собственно говоря, эти деньги могли бы пригодиться в другом районе. Замавный пример по Волгограду, кажется, где в едином порыве проголосовали за общественный туалет. Владивосток. Владивосток, да, да, да. Спасибо. То есть дружно выбрали ремонт общественного туалета. Это, да, то есть, ну, дело нужное, но... Это моя точка зрителя, я тебе говорю, это момент политический. Это момент политический, надо показать единение власти и народа. Для примера говорю. Сквер на улице Центральный, туалет на улице, не знаю... Красная площадь. Красная площадь, да. Это те объекты, которые волнуют жителей конкретных микрорайонов. А набережная – это лицо города. В принципе, не набережная Урала, так сказать, в том, что великолепно выглядит, проблема года, да, исчерпывается. Есть еще дорожки нечистенные, асфальт во льду и прочее, прочее, прочее. Чтобы вот здесь у нас не превратилось как бы в компанейщину. Ребята, тут 40 биллиардов или там сколько мы там вбухаем сюда. Чем вы недовольны-то? Ну, не бывает так. Вот здесь вот оазис, а там... Почему набережная не может быть первым шагом? Давайте вообще... Ради бога! Нет, как она будет позиционировать, что набережная будет первым шагом. Но опять-таки, ну давайте мы будем реалистами. У нас про многие вещи так говорилось, и на многие вещи, на те же самые дворики, были далеко идущие планы. Только потом все это так издулось. Хорошо, давай сделаем наоборот. Давай возьмем эти деньги, ну вот как кусочек масла, да, и тонким слоем на 5 бутербродов, да. То есть, понимаешь, так, чтобы ни уму, ни сердцу, ни чему. Ну, вот то, что касается освоения денег и всего прочего, я не думаю, что здесь будут какие-то нарушения принципиальные. Объекты, которые выиграли, вот эти 9 объектов, они не будут доведены до ума. Они все будут доведены до ума. Сначала я уже говорил, что это государственная политика. Господа, давайте, подводя итог, резюмируя программу «Комфортная городская среда». Это в итоге все-таки что? Про что? Про политику и деньги? Или про город и гаражам? Как вы считаетесь? Ну, на мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться, все-таки это больше государственная политика и эффективное использование денежных средств. Это возможность для каждого жителя города наконец-то начать думать о том, где ты хочешь жить. Потому что мне кажется, что когда ты пошел, отдал голос за набережную, поспорил за нее где-то на каких-то дебатах, то ты, по крайней мере, через 2-3-5 лет не бросишь бумагу посреди улицы, не плюнешь на асфальт, не погадишь на столб. И это тоже хорошо. Ну, а чья позиция ближе вам? Вы можете оставить свой голос на нашем сайте 56nv.ru. Встретимся с вами ровно через неделю для того, чтобы обсудить самые актуальные темы самыми осведомленными журналистами Оренбуржья. Образ ведущей создан студией свадебных и вечерних образов «White Fox». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова